сегодняшняя тема с популярностью йоги кругом резко появились люди которые могут изгибаться в разные стороны и при этом улыбаться как бы тем кто не может согнуться и достать пальцами до пола для всех тех у кого одеревенели мышцы от сидения перед монитором мы отобрали лучшие упражнения для развития гибкости прежде чем вставать на мостик давайте разберемся почему это полезно чтобы было не так жалко самих себя именно поэтому у любого профессионального спортсмена растяжка включена в обязательную программу тренировок соответственно быть гибким выгоднее в плане спортивных достижений и в плане здоровья растяжка бывает двух видов статическая и динамическая йога это как раз про статическую плавное и продолжительное растягивание мышц расслабление и удерживание в растянутом состоянии динамическая растяжка это активные и резкие движения во многом болезненные но иногда более эффективные и быстрые динамическую растяжку любят практиковать в балетных школах когда учитель например резко надавливает на колени ученика именно динамической растяжки мы говорим когда выполняем упражнения с дополнительным грузом естественно на начальном этапе динамическая растяжка может быть не только не полезной но и опасной порванные мышцы еще никому не помогали сесть в позу лотоса у многих людей гибкость развита слабо а многие мышцы из-за сидячего образа жизни просто-напросто не работают стесняться выглядеть деревянным на занятиях йогой или пилатисом точно не стоит во-первых вы не один такой а во-вторых преподаватель для того и нужен чтобы советовать наиболее эффективные упражнения и контролировать их корректное исполнение если вы будете упражняться каждый день то результаты себя ждать не заставит первое и самое важное правило растяжки делать ее нужно обязательно на разогретые мышцы сходите на пробежку попрыгайте со скакалкой или сделайте приседания и махи руками и ногами это позволит вам избежать травмы растяжений а также увеличит эффективность тренировки второе правило длительность и аккуратность каждое упражнение нужно выполнять минимум 60 секунд все движения должны быть плавными и аккуратными избегайте резких движений следите за тем чтобы спина была прямой следите за дыханием вдыхайте через нос старайтесь расслабиться и получить удовольствие от занятия а не относиться к нему как к испытанию полюбите свое тело и оно ответит вам тем же самым третье правило регулярность здесь все так же как в изучении иностранного языка лучше каждый день по чуть-чуть чем раз в неделю по часу у мышц тоже есть память и им тоже придется заучивать свои неправильные глаголы когда мышцы и суставы не работают большую часть жизни при нагрузке на них появляется ощущение дискомфорта это похоже на то как вы пытаетесь разработать дверные петли в начале они скрипят и неохотно подаются но через какое-то время начинают работать без сильных усилий а вот если вам действительно больно то это может быть сигналом что вы делаете что-то не так например пытаетесь округлять спину вместо того чтобы тянуться за счет прямого позвоночника или используете плечевые суставы вместо того чтобы разрабатывать ягодичные мышцы самое противное на начальном этапе отсутствие быстрого и видимого прогресса все-таки мышцам требуется время чтобы адаптироваться к новым условиям самое важное в процессе растяжки это определение не только целей но и методов возраст и физические данные не имеют значения залог улучшения общей гибкости состоит в определении подходящей методики и регулярности занятий перед первым занятием необходимо четко объяснить самому себе и тренеру что вы хотите получить от занятий рассказать о своих противопоказаниях и особенностях организма если таковые имеются наметить метод и график тренировок исходя из личных потребностей мало просто растянуть мышцы необходимо научиться чувствовать свое тело понимать его сильные и слабые стороны один легко выдержит класс активной танцевальной растяжки другой еле выполнит базовый комплекс упражнений фитнес-стратчинга если вы новичок и совсем профан в спорте научитесь чувствовать свое тело к примеру в балете и гимнастике растяжка должна быть активной когда человек может удерживать ногу высоко в воздухе без помощи рук такого результата добиваются используя комплекс растяжка плюс закачка нужных мышц удачи вам в улучшении своей гибкости йога на доске практика которую выбирают леди гага и орландо блум лимога британцам предложили заниматься йогой с лемурами сергей агапкин при головной боли йога часто помогает лучше лекарств